Здравствуйте! В эфире телеканала ЖЦУ новости. В студии Айнур Мирханова. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о главном. 10 победителей – 10 миллионов. В Алматинской области разыграны гранты по поддержке социальных проектов. Безопасности ради. Сотрудники ЧАЭС перед началом отопительного сезона усилили работу с населением. От сотки до гектара. Для повышения эффективности использования наделов в области разработан и используется пилотный проект электронной земельной карты. Институт Амбудсмена по защите прав потребителей планируется вводить в Казахстане. Об этом премьер-министр дал соответствующие поручения. Предполагается, что институт будет создан на базе неправительственных организаций. Нововведение позволит улучшить качество услуги товаров. Также глава Кабмина потребовал до 1 ноября разработать план мероприятий для построения целостной системы защиты прав потребителей. Обсудили участники заседания и ход уборочных работ. На сегодняшний день подходит к своему завершению жатва зерновых. Так, с полей Алматинской области убрано 80% урожая. В этом году в регионе под культуру отведено порядка 470 тысяч гектаров. По данным Минсельхоза, аграрии ЖЦСУ в пятерке лидеров по показателям урожайности. В среднем с одного гектара землефермеры получают более 20 центнеров зерна. Для обеспечения сохранности собранного урожая предусмотрены все условия. Зерносклады и элеваторы региона могут принять 680 тысяч тонн зерна. Тенденция в мире показывает, что на мировом рынке спрос и цены на продовольствие будут только увеличиваться. Поэтому нашей приоритетной задачей является значительное увеличение производства и экспорт продуктов переработки зерна. Акиматам и Министерству сельского хозяйства поручают завершить уборку урожая в кратчайшие сроки, установить закупочную цену на зерно и информировать участников рынка, обеспечить возвратность средств в рамках механизма форвардного закупа. Программа «Экономика простых вещей» находит все больший спрос среди предпринимателей страны. Уже сейчас в ее рамках реализуют порядка 2,5 тысяч проектов на сумму около 570 миллиардов тенге. Цель данной программы – полное импортозамещение. То есть государство поддерживает отечественных товаропроизводителей посредством субсидирования кредитов, предоставляемых банками второго уровня и микрофинансовыми организациями. До 9% денежного займа за товаропроизводителя погасит бюджет. Лидируют в реализации программы пять регионов, в том числе и Алматинская область. Свыше 230 житцузских бизнесменов намерены воспользоваться предоставляемыми льготами. Более 170 из них в числе производителей продукции с маркировкой «Made in Kazakhstan». Одним из ключевых плюсов программы является возможность воплотить в жизнь так называемые прорывные проекты, которые позволят создать новые рабочие места в регионе. В связи с тем, что Алматинская область – аграрно-ориентированный регион, львиная доля профинансированных проектов приходится на сельское хозяйство. Наряду с ними госпомощь даст импульсы бизнес-идеям в туризме, образовании, пищевой промышленности. В этих отраслях также немало интересных проектов, которые необходимо поддержать, заявляют в Национальной палате предпринимателей «Атамикен». Рассматривается вопрос также выделения в республиканском масштабе порядка 200 миллиардов тенге для реализации проекта, а также были расширены полномочия. То есть мы дополнительно, помимо вопросов финансирования, рассматриваются вопросы местного содержания, это вопросы также реализации проектов СПК и других институтов развития. Человек с безграничными возможностями, юрист, преподаватель истории, автор диссертации «Культура шелкового пути. Диалог цивилизации», автор одноименной книги и уникальной методики подготовки КНТ. Вот далеко не весь список достижений одного человека, человека незрячего. И это еще не все. Бауржан Миралинов свое первое высшее образование получил на базе ЖТСУского государственного университета имени Женсугурова по специальности юриспруденция. Но по трагическому стечению обстоятельств в пять лет назад он потерял зрение. Однако болезнь не сломила молодого человека. Спустя два года Бауржан защитил диссертацию на кафедре истории Казахстана и издал книгу «Культура шелкового пути. Диалог цивилизации». В настоящее время 33-летний преподаватель дает бесплатные уроки истории в Талдыкурганском доме школьников, используя собственную методику подготовки к КНТ. Эта методика им дает увеличение памяти, скорость чтения, развитие анализирования и мышления. Методика сама заключается в том, что ребенок должен писать левой рукой, пишет стихи, которые выучил дома, правой рукой пишет таблицу умножения. В это же время, работая двумя руками, он должен рассказать тот параграф, который я ему задал. Бауржан уверен, его авторская методика позволяет изучить любой школьный предмет. На сегодняшний день он выпустил несколько поколений учеников. Каждый из них поступил в высшее учебное заведение, а некоторые учатся в российском МГУ и даже Нью-Йорке. Следует отметить, сегодня в группе Бауржана Миралинова проходит обучение 60 школьников. Еженедельные экскурсии по сакральным местам позволяют углубленно изучать историю Казахстана. За четыре года со дня открытия дома школьников я активно посещаю уроки истории. Наш преподаватель дает нам сильную мотивацию, чтобы мы могли решать самые сложные задачи. В этом году я окончила школу. Благодаря методике Бауржана Бахаджановича я смогла набрать высокий балл на ЕНТ. Помимо педагогической работы Бауржан Миралинов увлекается восточной медициной и игрой на фортепиано. А в этом году он решил попробовать свои силы в праймеризе. Я решил конкретно с себя начать. Я всегда детей ищу. Начните с себя и делайте сами. Не жалуйтесь ни на кого. Не надо опираться и нельзя сидеть просто сложив руки. Надо начать действовать. Если не я, то кто это сделает? Бауржан Миралинов – человек слова и действий. У него много планов и реализовывать он их планирует уже в этом году. Добро без границ. Студенты с особыми потребностями из Талдыкургана выиграли грант в миллион тенге. Комиссия конкурса «Жазпроджект» одобрила их проекты по обеспечению нуждающихся семей масками и постельным бельем. Акбута и Ролан – второкурсники Политехнического колледжа. Во главе с Бинурой Ролбаевой, руководителем проекта «Кистели Орамал» и по совместительству преподавателем спецпредмета они шьют маски и постельное белье. По 20 штук медицинских изделий и два комплекта постельных принадлежностей будут переданы нуждающимся семьям. Будущий дизайнер Назгуль – тоже часть команды сердобольных умельцев. Талантливая рукодельница вяжет мягкие игрушки для ребят из детских домов. «Мне 18 лет. Учусь на факультете физической культуры. Помимо спортивной карьеры, я хочу внести свой вклад в жизнь общества и быть полезным региону, в котором живу. В особенности помогать тем, кто больше всего нуждается в поддержке». Материальную помощь накануне получили сразу две многодетные семьи. В одной из них воспитывается шестеро детей. После смерти главы семейства матери-одиночке пришло взять на себя всю ответственность. По словам многодетных мам, помощь неравнодушных подоспела вовремя, потому как из-за пандемии семейный бюджет претерпевает не лучшие времена. «Цель нашего проекта – поддержка малообеспеченных многодетных семей и людей с инвалидностью в период пандемии. Мы со студентами собственноручно шьём тканевые маски и постельное бельё. Затем бесплатно раздаём социально уязвимым слоям населения. На сегодняшний день мы посетили уже две семьи». Социальный проект оказывает значительную поддержку нуждающимся семьям. В то же время обеспечивая студентов-инвалидов комфортной и стабильной работой. За три с половиной месяца помощь получат порядка 30 семей, говорят организаторы. Одина Смогулова, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. Десять победителей – десять миллионов. Определены победители ярмарки социальных идей и проектов. Ее участниками являются неправительственные организации. Каждая из них предлагает социальный проект, направленный на помощь социально уязвимым слоям населения. Ярмарка организована Гражданским альянсом Алматинской области при поддержке управления внутренней политикой области. Из 47 заявок были выбраны 10 победителей, каждый из которых получил по миллиону тенге на реализацию проекта. Одним из них стал и проект организации доставки еды людям с ограниченными возможностями через социальные сети. Студенты музыкального факультета Житцузского государственного университета имени Ильяса Жансугурова через онлайн-ресурсы принимают заявки от многодетных матерей, людей с особыми потребностями и других нуждающихся, и доставляют необходимые им продукты и лекарственные средства. Все поступающие заявки сверяются с имеющимся у волонтеров списками. В общей сложности в проекте заняты 27 студентов-волонтеров. Проект мы предложили администрации, они нас поддержали. Этот проект реализован, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями, пенсионерам, многодетным мамам. Через официальный сайт и инстаграм, ватсап мы принимаем заказы. То есть заказы на продукты и лекарства. Также лекарства и продукты доставляют наши ребята, то есть волонтеры колледжа. Этой осенью «Астана-балет» вновь встретится со своими зрителями в стенах театра. Восьмой театральный сезон стартует с 10 благотворительных концертов для медицинских работников, которые коллектив даст как в столице, так и в других регионах, передает корреспондент Хабар-24. В концертную программу благотворительных вечеров войдут яркие спектакли, ставшие визитной карточкой театра. Одним из них является диверситмент наследия Великой Степи, в котором в полной мере раскроется изящество, сила и экспрессия казахского национального танца. К слову, уже в следующем месяце театр «Астана-балет» представит спектакли известных казахстанских балетмейстеров для широкой публики. Житель Нур-Султана заснял на видео стадо диких кабанов, разгуливающих по центру столицы. На кадрах видно, что дикие животные бегают в городе в темное время суток, причем рядом со взрослыми. Особями находились и поросята. В полиции сообщили, что идут поиски диких животных, которые зашли в город со стороны зеленого пояса. В случае нахождения животных без каких-либо увечий и отсутствия владельцев, они будут отпущены в естественную среду. К худшему сценарию распространения птичьего гриппа готовятся казахстанские птицеводы, передает Хабар-24. Они подсчитывают примерные убытки, прогнозируя, что в случае массового падежа птицы на внутреннем рынке может сложиться дефицит яиц и куриного мяса. И, как следствие, рост цен. Основной импортер – Россия, но и там, в приграничных регионах, сложная ситуация с птичьим гриппом. Эксперты считают, что в случае дальнейшего распространения инфекции импорт продукции из соседней страны и вовсе могут приостановить. Тогда действительно возможен дефицит. До 2 млрд тенге могут понести убытки крупной промышленной птицефабрики страны с миллионным поголовьем курни-сушек. В Алматинской области будет упрощена процедура получения земельного участка. Для этого достаточно иметь лишь персональную ЭЦП. Исключаются и коррупционные риски. Все это станет доступным благодаря разработанной электронной карте земельных ресурсов. О преимуществах и сроках запуска пилотного проекта расскажет наш корреспондент Гульмира Тимиргалеева. Алматинская область в скором времени перейдет в электронный формат оказания госуслуг в сфере земельных отношений. Первым шагом реализации послания президента стала разработка электронной карты земель. Пилотный проект начат с территории Талдыкургана, Текилии и Кавшагая. В будущем году добавятся еще пять районов – Толгарский, Ильийский, Карасайский, Жамбылский и Яндекши-Казахский. В настоящее время в области зарегистрировано 154 тысячи заявлений на выделение земельных участков – от индивидуального жилищного строительства до ведения хозяйства. Внедрение цифровизации позволит получателям отслеживать свою заявку в онлайн-режиме. Кроме того, сократится и срок рассмотрения заявлений с трех месяцев до 20 дней. Преимущество перевода государственных услуг на электронный формат – это сокращение сроков рассмотрения заявлений, упрощение процедуры согласования, а также исключение коррупционных рисков. К примеру, на электронный формат будут переведены всего 16 услуг, из них 10 – в сфере земельных отношений и 6 – в сфере архитектуры. То есть преимущество заключается в том, что заявитель подаёт заявление и приходит за получением конечного продукта, то есть гусакта на земельном участке. На разработку электронной карты местности из областного бюджета выделено 509 миллионов тенге. Наряду с этим в регионе ведётся планомерная работа по выявлению неиспользуемых земель. Только за прошлый год их площадь составила более 800 тысяч гектар. Из них 110 тысяч уже возвращены в собственность государства. На данное время у нас сейчас 110 гектаров уже возвращено в государственную собственность. Из них 38 тысяч гектаров поставили на учёт как бесхозяинное земельное имущество. 588 тысяч гектаров уже приняты по ним меры собственниками земельных участков и землепользователями. И вовлечены в сельхозаброд. На контроле остаётся около 70 тысяч гектаров. Наряду с цифровизацией в сфере земельных отношений по поручению главы государства ожидается ряд законодательных реформ. Так, для развития агропромышленного комплекса необходимы инвестиции и внедрение новых технологий. При этом наделы выдаются в аренду на долгосрочной основе. Исключительно гражданам Республики Казахстан. К зиме будь готов. Более тысячи домов в Велийском районе обошли сотрудники областного департамента чрезвычайных ситуаций, волонтёры в рамках акции рукопомощи. Цель мероприятия – помочь населению подготовиться к отопительному сезону. В ходе акции специалисты и добровольцы проводят очистку дымоходов, проверяют исправность печей и отопительной системы, а в некоторых случаях проводят ремонт. В приоритете у инициаторов акции – помощь матерям-одиночкам, многодетным и малообеспеченным семьям. Именно в их дома в первую очередь нагрянул десант добродетелей. После завершения всех основных работ сотрудники областного департамента чрезвычайных ситуаций проводят с гражданами профилактическую беседу. В ходе разговора людям разъясняется соблюдение всех мер безопасности. Мы жителям советуем соблюдать правила пожарной безопасности, вовремя очищать дымоходы перед отоплением печей, следить за электропроводкой, во дворах не держать мусор, горючие материалы. Соблюдали правила пожарной безопасности, раздаем памятки, корешки, предложения. Тадж-Махал – самая знаменитая достопримечательность Индии. Вновь открылась после полугодового перерыва. До объявления карантина мавзолей принимало в год до 7 миллионов посетителей. Знаменитый памятник любви был построен по приказу потомка Тамерлана Шахджахана в память о жене Мумтаз Махал, которая умерла при родах 14-го ребенка. По новым правилам, суточное число гостей не должно превышать 5000 человек. Все входящие на территорию комплекса будут проходить температурный досмотр. Ношение маски – обязательно. Когда правительство решило возобновить деятельность различных секторов экономики, туристическая индустрия потребовала открыть этаж Махал, надеясь хоть как-то отыграть многомесячные потери. Новый антирекорд. Из-за таяния площадь прибрежных ледников в Арктике достигла исторического минимума – чуть больше 3,5 миллионов квадратных километров. Последний раз схожие показатели были зарегистрированы 42 года назад. Кляциологи указывают, летнее изменение площади ледников вписывается в сезонный круговорот воды в природе. Но в последние годы увеличения ледового покрова в зимний период явно недостаточно, чтобы компенсировать таяние. Уменьшение ледников означает изменение ареала для фауны, прежде всего для хозяев Арктики – белых медведей. 270 китов оказались в ловушке на мелководье у западного побережья Тасмании. Более 90 из них погибли. Ученые опасаются, что количество погибших млекопитающих увеличится. Ожидается, что довольно сложная операция по спасению оставшихся в живых китов продлится несколько дней. Что привело млекопитающих к берегу Тасмании – неизвестно. Над их спасением работает команда из 40 специалистов. Власти острова призвали общественность держаться подальше от места происшествия, заявив, что у них достаточно помощников. Случаи, когда морские млекопитающие стаями заплывают на мелководье и там погибают, происходят довольно регулярно. Джицеры Панфиловского района, входящие в состав национальной сборной страны, готовятся к чемпионату мира Гранд Слам. Международное первенство состоится в Москве в ноябре. Это важное приоритетное соревнование, которое собирает под своими знаменами лучших борцов земного шара. Специально для подготовки к нему приглашен авторитетный тренер из Бразилии Дарлан Мураес. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Дарлан Мураес, обладатель черного пояса по джиу-джитсу, приехал в Казахстан в качестве тренера на 6 месяцев. Наших спортсменов бразилиц будет обучать по набирающему популярность ответвлению джиу-джитсу Ниваза. За 8 лет своей карьеры Мураес подготовил целую плеяду борцов мирового масштаба. Планка на этот раз вывести областных джицеров на более высокий уровень. В Казахстане я уже месяц заметил, что казахстанские борцы отличаются своими силами и выносливостью. Очень высокие показатели в физическом плане. Необходимо уделить большое внимание технике, и тогда их мастерство значительно вырастет. Все данные для этого есть. В целом в Панфиловском районе около 120 человек активно занимаются разделом джиу-джитсу Ниваза. 10 спортсменов добились высоких результатов, став чемпионами мира. Среди них молодой и перспективный борец Диас Анвар. В прошлом году он завоевал золото на мировом первенстве в Объединенных Арабских Эмиратах, а также стал чемпионом мира в Греции. Перед собой ставлю большие цели. Хочу выступить на Олимпиаде, стать чемпионом. Сейчас тренировки идут хорошо. Готовлюсь к чемпионату мира в Москве. Работаем не только на физической подготовке и технике, но и на тактике. Ведь джиу-джитсу во время схватки важно работать головой и быстро соображать. Спортсмены намерены стать чемпионами мира и в очередной раз доказать, что именно они сильнейшие. Стоит отметить, в прошлом году на Кубке мира казахстанцы завоевали 85 медалей. 9 из них выиграли життсу-стцы. Алексей Цой, Жаркан Шентаев и Абзал Нусипов. Телеканал Життсу. Это были все новости на сегодня. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова